Лагерь лесной Вблизи вообще нет населенных пунктов. В самом же лагерном городке действуют все необходимые системы жизнеобеспечения. Лето пока не балует теплом, но здесь на ночь включается обогрев помещений. Правда почти не тянет мобильная связь, но есть стационарный телефон. А может и к лучшему, ведь специалисты считают, что чрезмерное увлечение детей мобильными телефонами, как и компьютерами, вовсе не безобидное для здоровья занятие. К этому сезону база лагеря значительно обновилась. То, что он стал внешне красивее и уютнее, одно. Самое главное, полностью обновлен пищеблок и его оборудование. Все здесь сияет, все блестит. А этот объект – главнейшая составляющая здорового отдыха ребят, рассказывает директор лагеря Татьяна Юрчак. Наш замечательный лагерь лесной стоит на берегу реки Щары, возле деревни Павлова. Жители района почти все знают наш лагерь, потому что кто-то сам побывал. У кого-то были соседи, знакомые, а у кого-то дети уже не первый раз отдыхают в нашем лагере. Лагерь принадлежит Управлению образования Слонимского райисполкома. И, конечно, в этом году было очень много сил вложено на благоустройство нашего лагеря. Проведен капитальный ремонт пищеблока. Очень замечательно оформлена и украшена территория. Большое спасибо всем, кто принимал участие в этом замечательном и очень благотворительном мероприятии для отдыха наших детей. В первую смену в нашем лагере отдыхает 230 детей. Это дети из разных организаций города и района. В следующую смену и еще две смены, то есть четыре смены, будут планируется отдохнуть по 230 детей в каждую смену. И причем дети из семей, из социального приюта, который существует, к сожалению, у нас. И мы оздоравливаем всех детей Слонимского района. Но хочу сказать, что есть дети, которые приезжают из зарубежья в наш лагерь, потому что это лесной. Они просто в него влюблены. Они покупают путевки за полную стоимость и отдыхают именно в Белоруссии в лесном. Мы надеемся, конечно, в этом году, что нас посещат, может быть, москвичи, могут быть друзья с республики Польша. И мы всегда рады всем в нашем лагере. И всегда лагерь будет жить, потому что в нем бьются всегда каждое лето замечательные, добрые детские сердечки. Несколько слов. Все-таки здесь дети, мамы. В основном мамы всегда волнуются. Стоит ли им это делать? Знаете, в нашем лагере уже не первый год. Есть очень, очень такой проходит крутой отбор персонала. В лагерь едут замечательные педагогические работники, которые не первый раз уже здесь. Они очень хорошо смотрят за детьми, знают, как общаться с детьми именно в условиях детского оздоровительного лагеря. Замечательный персонал на кухне. Мы здесь прожили уже два дня. Дети, хочу сказать, что дети съедают почти все. Кухня, поварской персонал просто замечательный. Подбор персонала, они направления, их просто организации направляют сюда самых лучших для того, чтобы было все в порядке. Еще мы находимся под очень бдительным контролем. Контролирующие это и пожарные управления МЧС и санитарные службы, которые не отпускают нас, поверьте, ни на сутки, ни на секундочки, ни на часы. Замечательные медики, врачи у нас. У нас есть медсестра и доктор, которые дежурят круглые сутки. То есть у нас ведется круглосуточный прием. Ну, дай бог, я очень хочу на то, чтобы у них в журнале посещений было чем меньше записей. У нас лето сегодня, к сожалению, пока холодноватое. Не холодно? В корпусах сейчас подается горячая вода. Горячая вода есть всегда в корпусах. И отопление сейчас режим подтапливания. В днем батареи чуть-чуть летние, а ночью они идут в хорошую температуру. Температура есть. Работают сушилки, обувь просушивается и в корпусах тепло. То есть мамам беспокоиться нечего? Мамам беспокоиться нечего. Дети всегда могут дозвониться. Потому что у нас есть телефон-автомат, то есть таксофон. Есть двусторонняя связь. И мы всегда на связи с вами, родители. Вольно! Уважаемый главный смешарик, жить в стране смешарии. Наш отряд! Шоп! Наш девиз! Шоп! Ура! Мы будем первые всегда! У нас удар, у нас бросок, мы разобремся в порошок! На торжественную линейку, посвященную открытию первой смены Павлова, построенный готов. Командир-отряд, девчонки, как вы видите? Вольно! В минувшую среду состоялось торжественное открытие лагеря. Поздравить ребят приехал заместитель председателя райисполкома Сергей Юшкевич. На площадке перед административным зданием выстроились все отряды со своими воспитателями. В строю ребята, перешедшие в девятый класс, и маленькие карапузики, они так и назвали свой отряд. Когда поднимался государственный флаг Республики Беларусь, многоголосый хор «Здесь строй» запел гимн страны. «Славься, народ, наша светлая мира! Славься, народ, на Украинский Союз! Наша любимая Мать и Роди!» Этот национальный дух здесь чувствуется во всем – в лозунгах, в оформлении территории и даже в разноцветии флагов на главной аллее лагеря. Для ребят приготовлена обширная спортивная, интеллектуально-конкурсная, оздоровительная, познавательная программа. Мы играем. Вам нравится тут? Да. А почему нравится? Что нравится больше всего? Гимнастика. Еще что нравится? Что мы тут в гости не играем. А кормят вас вкусно? Да. Воспитатели не обижают? Нет. Сразу же после открытия лагеря в актовом зале состоялся концерт, подготовленный ребятами и их воспитателями. И потому, как ребятня встречала бурными овациями каждый номер солистов, танцоров, штецов, можно уверенно сказать, что мальчики и девочки попали в царство радости. Где им нравится? Где они среди друзей? А что может быть лучше для взрослых, когда беззаботно радуются дети? Добрый, добрый, добрый день Затираем в окнах Здорово, новое, живем Солнечко за мной Затем, новый день утром, ты нас троем добрый. Прогнать солнца, я как на сердце расчини. Я белоруса, как тут ведаю успешный. Люблю в основу дождь и новый перший снег Я белоруса, как оцинка, усмешка, 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 и усмешкает на мне белый, белый свет. Я белоруса, как оцинка, усмешка, усмешка, и усмешкает на мне белый свет.